всем привет дорогие друзья и подписчики а также гости канала в этом видео я хочу вам показать два варианта приготовления фрикаделек мясных и веганских моем супе будет находиться оба варианта такой суп получается очень полезным ароматным и вкусным а еще и очень красивым кого заинтересовал такой рецепт смотрите видео до конца желаю вам приятного просмотра ставлю на плиту трехлитровую кастрюлю с полтора литром воды накрываю крышкой пока вода закипает приступаю к подготовке продуктов для начала я беру 8 карташин заранее уже очищенных и вымытых нарезаю весь картофель кубиком нарезаю весь картофель я отправляю его обратно в тазик с водой отставляю в сторону беру одну головку репчатого лука среднего размера и нарезаю ее кубиком ставлю на плиту сковороду на огонь добавляю приблизительно 3 столовые ложки растительного масла и разогреваю его разогретое масло выкладываю репчатый лук также добавляю сюда заранее уже у меня нарезанные были перец болгарский и морковь они у меня хранились в морозилке нарезаны они у меня соломкой но нужно для супа с фрикадельками вообще нарезать овощи все кубиком так что морковь перец болгарский лук все нарезается кубиком и все обжариваю до готовности приблизительно 10-15 минут вообще обжариваются вода еще греется и тем временем я приступаю к лепке фрикаделек начну сначала делать мясные фрикадельки я беру 500 грамм мясного фарша у меня говяжий можете брать любой свиной куриный какой хотите добавляю сюда заранее промытый рис 100 грамм это приблизительно пол стакана добавляю сюда пол чайной ложки соли 3 чайной ложки черного молотого перца пол чайной ложки молотого кардамона и перемешиваю перемешиваю так чтобы рис и специи распределились по всему фаршу теперь приступаю к лепке теперь приступаю к формированию фрикаделек набираю одну чайную ложку фарша из этого количества фарша катаю фрикадельку так поступаю со всем фаршем все фрикадельки я накрутил на фармировал отставляю пока в сторону тем временем вода в кастрюле закипела убираю крышку и закидываю сюда нарезанный картофель закрываю обратной крышкой жду пока закипит овощи пассерованные уже готовы готовились они примерно 15 минут я их пока выключаю готовились они у меня на среднем огне теперь я буду делать веганские фрикадельки в чашу добавляю заранее сваренную гречку гречки я взял не что больше чем не нужно потому что на такую кастрюлю не поместится такой объем короче я взял 200 грамм сухой гречки заранее я сварил если у вас такая же 3 литровая кастрюля по такого объема если вы только чисто веганские будете делать то такого объема гречки как раз вам хватит так как я смешиваю с мясными фрикадельками то мне это будет много но половина потом заморозить добавляю гречки 100 грамм овсяных хлопьев сырых 100 грамм это приблизительно один стакан я их заранее уже промыть беру одну головку репчатого лука покрупнее и нарезаю в эту массу мелким кубиком перекладываю гречки с овсянкой добавляю сюда столовую ложку картофельного крахмала чайную ложку соли пол чайной ложки черного молотого перца пол чайной ложки молотого кардамона теперь всю эту массу мне необходимо измельчить блендером измельчать нужно пока все не превратится в однородную массу я все измельчил все получилось как надо масса достаточно липкая так что фрикадельки будет хорошо лепиться и таким же методом как и мясные я формирую веганские фрикадельки накатал небольшое количество веганских фрикаделек и такого количества как раз хватит чтобы дополнить густоту моего супа из остального фарша я потом сделаю фрикадельки и заморожу картофель закипел я окунаю сюда сначала мясные фрикадельки вода должна хорошо кипеть чтобы фрикадельки при опускании в кипяток сразу схватились и не разваливались после мясных я закидываю сразу же веганские фрикадельки они сырой овсянкой поэтому ей тоже нужно время чтобы она сварилась аккуратно перемешиваю и накрываю крышкой жду пока закипит пока я жду закипания фрикаделек тем временем я уже помыл 200 грамм шпината если вы смотрели мое прошлое видео вы помните какой он у меня лопухами огромный поэтому мне его нужно измельчить так обычно идет шпинат мелкими листьями их можно закидывать целыми шпинат если вы не найдете можете заменить пекинской капустой но ее нужно нарезать соломкой нарезанный шпинат убираю обратно на тарелку также для супа мне понадобится зелень укропа палки я обрезаю они мне нужны и нарезаю помельче также подготовил 4 зубчика чеснока очистил заранее и теперь буду измельчать чеснок кстати можете добавить веганские фрикадельки это забыл сразу про него так чтобы кину просто а так он предназначался для веганских фрикаделек также и мясные можете добавить если хотите все овощи я нарезал последние еще в конце я добавлю вареный нут это такой турецкий горох я его сварил заранее и уже готовы кину в конце когда уже суп с фрикадельками будем готовы суп с фрикадельками уже потихоньку закипает и я убираю с поверхности пену я добавляю столовую ложку соли пол чайной ложки черного молотого перца пассерованные свои овощи 3 лавровых листа они у меня маленькие шпинат и зелень укропа с чесноком все это аккуратно перемешиваем жду теперь когда хорошо это все закипит потом выключу и все суп готов чуть не забыл же ну добавить суп мой закипел я выключаю огонь и можно подавать в итоге получился очень красивый а главное вкусный как я обещал я приготовил и мясные и веганские фрикадельки чтобы не обидеть ни тех и ни других попробуйте теперь и вы приготовить один из вариантов таких фрикаделек уверяю вам очень понравится благодарю за просмотр моего видео рецепта кому понравилось это видео не забывайте ставить лайки писать в комментариях свое мнение об этом видео подписывайтесь кто еще не подписан и жмите на колокольчик чтобы не пропустить мои новые видео всего вам доброго